Основные при отсылке для проведения предметных олимпиад, установу прав в тех-эдукации, по-перше тут есть учебные кабинеты, по-другое – интернаты для проживания олимпиадников, правда есть и выключение, практичные туры по информации, биологии, химии, продаются на базе Гомельского державного университета. Свои веды по 17 предметах продемонстрируют 1200 наученцев, до речи колькость уденников от кожного региона неодноковая и задержать утымнику от колькости научальных установ. Когда непосредственно Гомель на областном этапе представить 388 наученцев, то Мазырский и Светлогорский районы по 96, Ветковский – 12, самыми одоранными и потенциальными кандидатами у областную сборную наводпоспели провести шерох занятков на базе ВНУ. Ребята, которые вошли в потенциальную сборную по химии, биологии, физике, географии, занимались на базе университета имени Франциска Скорины, на базе лаборатории университета. Потому что без вмешательства высшей школы подготовку олимпиадников высоких достижений мы организовать практически не можем. Поэтому мы привлекаем и высшую школу. А это говорит о том, что уровень знаний ребят, конечно же, возрастает. Организаторы олимпиады по школьных предметах не утоиваются. Для того, чтобы стать первомышцем республиканской олимпиады, зусим не перешкодить ознайомиться хотя бы с початковым курсом высшей школы. Хоть и подчас непосредственно областного этапа для олимпиадников створить не только умовы для самоподрихтовки, а и комфортного проживания. Покои у интернатах уже очекают гостей. У ЮС проведут культурно-заболеальные программы, организуют работу спортивных секций, библиотек и компьютерных классов. Особливую увагу меркуется взялись строгому вакананию санитарных потребований. Зонникам попередника и незавседы станочного опыта все продукты, привезенные с дому, олимпиадникам порекомендуюсь не уживать. У замены им организуюсь трехразовое бесплатное харчевание. Коли их этого будет мало, можно лишь чтобы приготовить на кухне, а не только со свежих продуктов. У склад журы областного этапа Республиканской олимпиады по школьных предметах уключили 138 человек – представников практически всех высшейших научных установок региона. Открытие олимпиады призначено на понеделок на 14-1-30 хвилин. Уже в течение двух дней мы проводим мониторинг всех площадок. Готовность стопроцентная, можно заселять детей и принимать участников олимпиады хоть сегодня. Олег Синтеров, Йорген Макеенко, телерадиокомпания «Гомик».